20 февраля состоится внеочередное пленарное заседание Общественной Палаты Республики Коль. Членам Общественной Палаты тайным голосованием предстоит избрать кого-то из наших коллег в Общественную Палату Российской Федерации. Я думаю, что среди моих друзей, коллег по Общественной Палате, есть несколько очень достойных людей, которые вполне могли бы представлять наше объединение в Москве, в Большой Общественной Палате. Я думаю, что это и наш председатель Маргарита Колпайщикова. Я думаю, что очень достойная кандидатура это Дарья Шучалина, главный редактор Красного Знамени Севера. Не сомневаюсь, что это и Роман Койден, и Павел Поташов, и есть несколько других очень интересных, ярких людей. И все-таки я считаю, что по праву первым в этом списке должен стоять Игорь Леонидович Шпектор. В свое время, много лет назад, когда я услышал о Шпекторе, то я подумал, что это не человек, а что это какая-то должность, что это какое-то звание. Потому что мои друзья, преимущественно воркутинцы, говорили, Шпектор сказал, согласовал, приехал, отругал, поблагодарил, организовал, назначил и так далее, и так далее. И, в общем-то, были и благожелательные отзывы, и не очень, но они всегда были очень уважительные. Поэтому я действительно думал, что Шпектор это какая-то должность или звание. Позже я узнал, что это фамилия. Мы подружились с Игорем Леонидовичем. Я считаю его своим старшим другом. Надеюсь, он меня считает младшим другом. И я должен сказать, что вот тот бесценный опыт, который он накопил на посту мэра Воркуты, он и теперь служит. И в Воркуте, и всей нашей республике. Я считаю Игоря Леонидовича, он, конечно, человек не без недостатков, как и все мы. Может быть, он порой бывает излишне жестким. Может быть, он пытается разрешить, ну, большее количество проблем, запросов, чем этот человек в состоянии сделать. Такое, наверное, бывает. Но еще раз говорю, все мы не без слабости. Игорь Леонидович не исключение. Но этот человек, с моей точки зрения, исключительной, кристальной порядочности, честности и принципиальности. И я много раз убеждался, что если мнение Шпектора противоречит мнению регионального руководства или федеральных министров, то он выскажет свою точку зрения, которую он считает правильной. Он не конъюнктурный человек. Он может сотрудничать и с региональным руководством, и с федеральным. Но свою точку зрения, которую он считает справедливой, он всегда будет отстаивать. Я могу привести несколько примеров. Вот Усинск, с которым меня многое связывает. Там есть прекрасная управляющая компания «Универсал». И ее генеральный директор Ирина Цепищук. Ирина и ее компания испытывали огромные трудности в Усинске. Их прессовали, им предъявляли какие-то незаконные претензии. В общем, жизнью у них была отнюдь не сахар. И может быть, эта компания бы развалилась. Но вовремя в Усинск приехал Игорь Леонидович. Он изучил документы, пообщался с жильцами, с руководителями домовых комитетов, с самой Ириной Цепищук, с ее оппонентами. И картина стала ему ясна. И несмотря на то, что муниципальные власти были настроены очень решительно по отношению к Ирине Анатольевне Цепищук и ее компании, Мир Леонид Шпектор встал на ее защиту. Компания сохранилась. Она успешно работает. Во благо и на радость многим жителям Усинска. И таких историй я мог бы рассказать на самом деле очень много. И еще один момент. Вот, кажется, неделю назад я был гостем на заседании Попечительского совета Ухтинского университета. А председателем Попечительского совета как раз является Игорь Леонидович Шпектор. Он очень много делает для развития Ухтинского университета, образования и науки вообще. Он очень много помогает молодежи. Но я хотел бы в данном случае вспомнить, как прекрасно он вел заседание Попечительского совета. Он настоящий дирижер. Он знает, кому и когда дать слово. Где-то может быть пошутить, а где-то проявить строгость. Но при этом он всегда очень точно следует целям и задачам, в данном случае поставленным перед Попечительским советом. И я думаю, что благодаря энергии и авторитету Игоря Леонидовича, этот Попечительский совет работает очень хорошо, успешно. А в нем, между прочим, заседают такие уважаемые, известные, авторитетные люди, как сенатор Евгений Самойлов, генеральный директор РН «Северная нефть» Сергей Нестеренко. Это, конечно же, сам ректор Ухтинского университета Николай Сходая. Это депутат Государственного совета Евгений Лядов. И это многие другие. И вот руководить таким авторитетным, экспертным сообществом, в общем, непросто. Игорь Леонидович с этой задачей справляется как прекрасный дипломат. Поэтому, подчеркну еще раз, он человек очень грамотный, принципиальный, честный, дальновидный. Я считаю, что это одна из вообще драгоценностей нашей республики. Игорь Леонидович Шпектор. Поэтому я надеюсь, что коллеги поддержат эту кандидатуру. И сам я буду голосовать, конечно же, за этого прекрасного человека, своего друга, яркого общественного деятеля Игоря Леонидовича Шпектора.